Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Олег Ярошенко, руководитель центральной программы РСМ, патриот и гражданин. Здравствуйте! Добрый день! В этом году Рязань принимает финал Всероссийской военно-патриотической студенческой игры «Зорница». Расскажите, пожалуйста, почему именно нашу площадку решили выбрать? Да, действительно, в этом году впервые на территории Рязанской области будет проводиться финал Всероссийской игры «Зорница». Именно для студентов. Города все выбираются, конечно, не зря. То есть все это, в общем-то, с привязкой к истории региона. Мы даем возможность участникам знакомиться именно с какими-то такими городами, которые, в общем-то, примечательны своей истории, именно в рамках истории Российской Федерации и России в целом. Рязанская земля богата своими богатырями. То есть это история, и, как говорят, что здесь, наверное, можно сказать, что Русью именно пахнет. Тем более это родина знаменитого писателя Сергея Александровича Есенина. И не менее знаменитая на всю страну и уже, наверное, на весь мир, на Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, которое, в общем-то, тоже принимает в организации непосредственное участие. В общем, это если говорить о том, что именно почему была выбрана Рязань. Тем более мы неоднократно уже работали здесь и проводили другие всероссийские мероприятия. И у нас был очень успешный опыт по проведению. То есть все было проведено на высоком уровне. И в этом году тоже область, в общем-то, отнеслась со всей серьезностью к данному мероприятию. То есть уже на данный момент, еще неделя у нас условно до начала игры, уже все готово. То есть все уже, в общем-то, в предвкушении только появления участников здесь. Когда мы ждем участников и когда, собственно, старт? Участники будут приезжать, начиная с 13 октября сюда уже прибывать. А сама игра пройдет с 14 по 18 октября. Если говорить об участниках, сколько человек и из каких регионов мы встречаем? В этом году мы встречаем 45 субъектов здесь, на территории Рязани. То есть численный состав команды – это 10 человек. 8 человек – это непосредственно участники. И 2 человека с ними в сопровождении. Это старшие руководители, которые, в общем-то, их везде сопровождают и будут отстаивать их интересы перед судейской коллегией. Что ждет участников? Какая конкурсная программа? Мы все-таки привыкли, что «Зарница» – это обычно а-ля «Веселые старты» в школе у нас проходят. Что здесь? Чем отличается? Эта игра примечательна именно чем? Что в этой игре важны не только физические навыки и развитость физическая. Здесь очень важно, чтобы каждый участник был всесторонне развит. Этапы все очень разноплановые. И на одной только физической силе ты не выиграешь, в общем-то, игры. Всего 9 этапов. Из них 6 командных и 3 индивидуальных этапов. В рамках 6 командных этапов. Один из них – это творческий. То есть, как раз, где ребята показывают свои возможности именно в творчестве. В этом году им была дана довольно интересная тема для подготовки. Это традиция моего края. Поэтому мы ждем довольно колоритных выступлений в национальных костюмах. Следующий этап, один из этапов – это пожарная эстафета. То есть, здесь ребята покажут свои навыки именно в пожарной эстафете и в боевом развертывании. То есть, это именно прикладной спорт именно в рамках Министерства чрезвычайных ситуаций. И, в общем-то, судить этот этап, конечно же, будет тоже МЧС по Рязанской области. Также есть этап по поисково-спасательным работам. Ну, то есть, здесь они покажут свои навыки в пешеходном туризме, в технике пешеходного туризма. То есть, здесь они будут работать уже непосредственно с туристическим оборудованием, с веревками, карабинами, жумарами, обвязками, ну, в общем-то, и прочими атрибутами данной сферы. Они будут искать азимуты. То есть, им будет задано направление, и по этому направлению они будут двигаться. На контрольных точках им будут даваться этапы, например, навести перильную переправу и, в общем-то, транспортировать по ней раненого. Что такое перильная? Это когда от одного дерева к другому натягиваются веревки. Одна сверху, другая снизу. И, в общем-то, участникам есть возможность держать за эту веревку, безопасно преодолеть реку, например. И все этапы именно на веревках на этих завязаны. Ну, то есть, они где-то в каком-то мере будут использовать это оборудование и показывать свои навыки здесь. Следующий этап – это марш-бросок. Вот здесь как раз они покажут свои физические возможности. То есть, они будут бежать кросс где-то на протяженности где-то 7-8 километров. Также будут выставлены контрольные точки, тематические задания, начиная от того, что необходимо будет оказать первую медицинскую помощь условно обозначенному человеку в команде. Это нужно иметь прям всестороннюю подготовку, чтобы собираться. Вот я же изначально и сказал, что для того, чтобы поучаствовать, это не только здесь именно надо быть военным, и что все заточено именно на военную подготовку. Нет, здесь абсолютно разноплановые мероприятия, что если ты силен в творчестве, то ты можешь где-то провиснуть именно по военному. Также дальше у нас есть этап, который условно называется «Мужество, отвага, честь». В рамках него будет проведено соревнование по лазертагу. Но это не просто какая-то битва стенку на стенку, если грубо это все обобщать. Это именно выполнение задания. То есть, это будет тематическая площадка. Основная цель будет не поразить противника, а выполнить именно задание. То есть, за выполнение заданий будет даваться больше баллов, чем за уничтожение противника. Это, конечно, тоже уничтожение вражеской команды, это тоже важный атрибут. Но, тем не менее, нужно будет выполнить задание. Пример какой-нибудь задания? Будет установлено несколько единиц военной техники, и нужно будет выполнить условный захват этой техники. Будут стоять контрольные точки, кнопки, которые при удержании будут фиксировать захват той или иной командой. Также будет создан командный пункт условный тоже, который тоже необходимо будет захватить. Плюс, там будет находиться еще условная карта, которую необходимо в этом командном пункте будет найти. И по итогам, команда, которая смогла выполнить все задания и уничтожить при этом вражескую команду, получает максимальное количество баллов. Мы к такому привыкли в компьютерных играх, здесь есть возможность на практике. Да, то есть, мы уже тоже не первый год так реализуем, и в этом году тоже постарались сделать максимально интересно. Все это будет еще проходить тоже в лесопосадке. То есть, все это будет очень интересно и антуражно. Какую площадку выбрали для проведения? Где? Где в Рязани будет? Это будет в лесопарковой зоне. Это все пока что на этом. То есть, это определенный выделенный квадрат, который определяется только по навигатору, по которому мы конкретно завозим участников. Там есть условные границы огороженные, и в рамках этих границ идет эта игра. Ну, ориентирование тогда это хорошее направление над последним делать, чтобы, если что, до Рязани. Здесь это очень важно. Будут еще и личные зачеты, правильно? Да, это даже не личные зачеты, это выполнение боевых стрельб. То есть, ребята будут стрелять из боевого оружия боевыми патронами. То есть, это выполнение упражнения номер 6, три зачетных, три пробных выстрела и панэ-панэ. И, в общем-то, какая команда больше количества баллов получит, ну, то есть, условно, поразит мишень лучше, тот и победит. Но этот тоже этап состоит из комплекса. То есть, первый этап – это снаряжение магазина. Ну, то есть, ребята будут снаряжать, разряжать магазин. Потом контрольное упражнение по разборке-сборке автомата Калашникова. То есть, будет учитываться правильность, время. Какое должно быть время? Ориентир какой-то? Ну, если в 20 секунд, это, ну, вот, такой результат довольно хороший и объективный, который вот прям вот, ну, очень хороший. Это и собрать, и разобрать. Да, это и собрать, и разобрать. И после этого выполнение боевых стрельб. И по итогам вот этих трех этапов подводится итог, и ставится место каждой команде по зачету. Они, получается, накапливают баллы или накапливают места? Да, да. То есть, система здесь какая, что побеждает в общекомандном зачете, побеждает та команда, которая набирает наименьшее сумму места. То есть, для того, чтобы победить, можно даже не занимать первых мест всегда, а идти уверенно где-то вот в пятерке. И вот по моему опыту, вот проведение этих военно-патриотических игр, в основном такие команды и побеждают всегда. У них может быть там одно третье или одно второе, но в итоге, по итогам, они выходят на первое место. Бывает и такое. И главное – стабильность. Да, то есть, главное – идти стабильно. Ну, то есть, хорошо выступать везде. И даже, ну, вот у нас, конечно, рекордсмен по победам очень много лет подряд выигрывает у нас Алтай. Они всегда очень серьезно подготовлены и настроены, и приезжают побеждать сюда. И, как правило, побеждают. Если говорить о личном зачете, здесь нас ждет три этапа индивидуальных, правильно? Да, совершенно верно. Это, так сказать, этапы, которые вот именно уже узко специализированы, но, тем не менее, они могут тоже команду поднять в общие турнирные таблицы. Вот, например, этап поединок, он не является обязательным, но при этом, если команда и заявляет участника, он как бы бонусный этап. Ну, то есть, если команда заявляет туда участника, то она получает минус балл к итоговой таблице. Ну, то есть, она получает от общего, вот от этой общей суммы мест минус одно место. И если побеждает в своей весовой категории участник, то, соответственно, он получает плюс два балла, плюс три балла, и минус, вернее, прошу прощения, минус три балла. И за счет этого может подняться в турнирной таблице, и, в общем-то, это может решить, в общем-то, исход в целом. То есть, насколько плотная борьба вот среди первых мест? Это один-два балла или больше? Нет, вот первое место всегда уверено. Ну, то есть, вот первое место, оно с большим отрывом, как правило, это пять-шесть баллов отрыва между первым и вторым. А вот второе и третье, это да, это один-два балла, всегда разница. Это всегда очень серьезные дискуссии и баталии у руководителей, и судейской коллегии по поводу... Ну, в общем-то, руководители, как тоже люди, они к своим воспитанникам очень трепетно относятся, хоть это уже и взрослые люди, тоже участники, ну, 18-25, у некоторых уже и дети есть, в общем-то, бывает такое. И они все равно отстаивают их интересы до последнего. То есть, у нас предусмотрены, как на любых серьезных соревнованиях, апелляции. То есть, возможно, обжаловать какие-то результаты. Если эта жалоба будет признана судейской коллегией объективной, то как-то и присматривается итоговый результат. И, в общем-то, бывает, что... Ну, и апелляции тоже играют важную роль, в общем, в этом. Вот это то, что касаемо этапа поединок. Есть еще два индивидуальных этапа. Один вот, один из таких самых ярких – это парашютист. Все-таки, ну, не на каждой игре ребятам удается прыгнуть с парашютом. То есть, мы на нашей игре предусматриваем не просто прыжок с парашютом, а здесь это соревнование. Ну, то есть, это соревновательный этап. То есть, он состоит из трех блоков. Первый блок – это знание теории и истории парашютизма. Второй этап – это укладка парашюта. И по итогам всех трех вот этих этапов, в общем-то, тоже подводится итог и выставляются итоговые места. Насыщенная программа, может быть, это... Очень. И вот еще тоже скажу про этап кибератака. Тоже довольно интересный. Это взлом компьютера. То есть, айтишник, как его все почему-то называют, то есть, это не мы придумали даже. То есть, это просто придумали руководители команд, которые стали так вот ласково называть участника, который принимает участие в этом конкурсе. И он, в общем-то, его задача – выполнить четыре последовательных задания по расшифровке информации, которая ему будет предоставлена. В итоге он получает ключевую фразу, которую вводит в поле, и которая позволяет получить ему допуск к компьютеру, за которым он работает. Если у него все это делается, фиксируется его время, и, соответственно, если он где-то ошибается и как-то неправильно выполняет задание, то, соответственно, компьютер не открывается. Время фиксируется на том, ну, то есть, вот обратно уже не вернешься к предыдущему заданию, то есть, поэтапно все должен выполнить и по идее получить, если все правильно делаешь, то получить контрольную фразу. Здесь рязанцы должны себя показать. Да, я очень надеюсь, да, что в этом году, в общем-то, вы сможете, в Рязанской области очень высоко покажется уровень в данном этапе. А вот в том году, я, кстати говоря, даже и не вспомню, кто в этом этапе занял первое место, но ребята были все достойны, все очень подготовлены. И самое интересное, что этот айтишник, он не отдельный участник, то есть, он не как там абуза для команды, условно говоря, такой книжный червь в очках, которые там просто его именно для этого этапа взяли, а это именно полноценный член команды, который принимает участие еще в остальной программе игры. То есть, он все это, в общем-то, тоже принимает участие, и как и другие, как и участник, который принимает в поединке, и как и в парашютисте, они все являются полноценными членами команды. У вас просто бойцы универсал, это настоящее. Да, совершенно верно. Остается пожелать только хорошей погоды, чтобы она не подвела, и все прошло. Да, действительно. В общем-то, игра у нас военно-патриотическая, тем более контингент участников, это совершенно летние люди, поэтому непогода и дожди, наверное, создадут даже определенный антураж. Но мы, конечно, естественно, создадим условия для того, чтобы они не заболели все у нас, а чтобы все было в пределах... Шаманов вызывать не будем. Да, шаманов вызывать точно не будем, да. Но будем надеяться, что, возможно, осень подарит нам еще следующую недельку тепла, и мы спокойно и прыгнем с парашютом, и пробежим по сухой земле. В общем-то, и все у нас сложится отлично. Мы даже очень надеемся. Удачи вам в проведении мероприятия. Спасибо за интересную беседу, что пришли к нам в студию, нашим зрителям. Я напомню, что в гостях у нас был Олег Ярошенко. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова